Ну наконец-то хорошая дорога Привет! И снова мы на даче Наверное, своей дачей я вас уже немножко достал Ну, сейчас лето Тут интересней, чем в городе природа Ну есть кое-какая работа Надо кое-что облагородить чтобы было приятнее здесь отдыхать Сегодня мы впервые уже приехали собственным ходом на машине которую Саша подарил Вот Это совершенно другое дело, естественно, чем ездить на автобусе Сейчас я вам покажу где мы поставили наше ведро как говорили Вот Ну ведро не ведро машина очень в отличном состоянии Так что для дачи это самый идеальный вариант Ее можно и нагрузить неплохо Вот она Где получили как раз сегодня уже наконец-то номера потому что была небольшая проблемка Ну все порешали Все Тут вот насколько можете видеть очень крутой туда подъем если пройдет дождик туда не заедешь Тут вот чуть-чуть уже подкопали потому что вот тут более пологий склон специально сделали Вот сюда можно и в сырую погоду выехать там дальше Но тут вот разворот и съезд вниз Он тоже довольно крутой и если сырая погода отсюда тоже тяжело выбраться Значит тут со временем сделаем щебеночку подсыпем либо забетонируем не знаю для колес посмотрим как оно будет чтоб можно было выезжать Ну туда конечно будет в сырую вообще выехать трудно Если сухая погода ставим вот там совсем рядом как раз очень хорошо Вот что у нас выросло на огороде и что у нас выросло что у нас выросло грядка с клубничкой это еще от прошлых хозяев Вот она поспевает А я маленькая плодожорка А дальше? Дальше горох картошка лук помидорчики капусточка все как надо Посмотри какой большой салат у нас вырос можно сдавать на рынок оптом Я плодожорка не наступай Я люблю клубнику люблю любые ягоды так что для меня это самое райское местечко Не смотри как я буду срывать Не надо только что был дождик согнал нас всех с огорода и мы решили немножко отдохнуть и полакомиться клубничкой Хватит теперь я буду кушать уходи заключай кушать видишь а тебе не дам хватит у меня есть кушать кушать Наша мама до сих пор где-то на огороде копается. Звал, что-то не слышит. Сейчас пойду, ее надо оттуда вытягивать. Она сама очень тяжело выходит. Сейчас вытянем. Ты не слышишь, что я тебя зову? Нет? Так все, уже готов шашлык. Так что давай пойдем, если холодный не хочешь кушать. Ты слышишь или нет? Слышу. Ну все, быстренько. Быстренько пойдем. Комары достали. Пошла. Так, идем. Если не хочешь есть холодный шашлык. Ну, бери мамочка. Выпьем за любовь. А к чему бы это? Как к чему? Все. К чему бы это? Выпьем за любовь. А у нас была не любовь, да? Нет. Так мы выпьем, чтобы она была и дальше. И крепло. Хороший пост. Выпьем за любовь. Это кто пел? Этот. Королевой кто был? Да. Продюсер. Да. И мужик. Игорь Николаев. Вот. Это его песня. Выпьем за любовь. Выпьем, выпьем. Я именно слова взял. Все, закрываю. Так что выпьем за любовь. Надо было бачить, как я украл. Кот, не вертик. Это ж надо. Украл огурец? И жрет, как мясо. Ну вот, сегодня, наконец-то, приедут нам ставить спутниковый интернет. Вот туда. Тарелочка будет. Эту мы выше поднимем, а для интернета будет ниже, так как там головка приемопередающая, она немножко тяжелее, конечно, этой. Ну, думаю, все выдержит. Вот сейчас ожидаю. Это селфи, или? Да. Исторический момент. Тарелочка стоит уже почти, да? Тарелку уже закрепили. Вот она там. Но не настроили. Не успели настроить. Вырубился свет. Сидим, ждем, пока дадут электричеству. Звонили в РС. Поломка на линии. Сказали, где-то часа через два исправят. Вот так. Закон подлости сработал. Будем ждать. Похоже, сегодня не совсем удачный день для подключения нам спутникового интернета. Не было три часа электричества. Поломка была на 10 киловольт в соседнем селе. Наконец-то появился свет. Ребята полезли. Настроили антенну. Сейчас, чтобы вам показать. Вот. Настроили уже антенну. Я свою тарелку для телевидения, спутникового телевидения временно снял. Так как она более легкая, а эта более тяжелая. Запустим интернет, потом я повешу обратно спутниковое телевидение. Вот. Но оказалась проблема еще в чем. У нас, уже как не юстировали, не хватает уровня сигнала. Уровень сигнала по приему, ну, если кто разбирается, минус 39 dBm, это довольно, в принципе, неплохой сигнал. Но после преобразования усиления у них там идут другие цифры. Должно быть, должно быть 10 dBm уже после усилителя. Иначе модем не активируется. А у нас 9,7, 9,8, 9,9. Уже что не делали, десяточки не получаются. Не дотягивает 0,1 дБ. И все. Активация модема не происходит. И интернет не работает. Вот так. И что получается? Ребята наши, кулибины, как говорится, они уже с этим сталкивались. Ну, мы находимся немножко, не совсем в отличной зоне приема направления спутникового интернета. Вот. Работает оно и при семерке даже. Но для активации надо десяточка. А потом он при девятке работает отлично. При восьмерке, уже если ниже семерки, то там уже немножко, это, плоховато. Но у нас 9,8, 9,7, так что должно быть отлично, говорит. Уже таких вариантов было очень многое работает. Что они делают? Они забирают этот модем, активируют его в другом месте. У них даже в Черкассах есть тарелка 1, тут тарелочка 0,85 метра. У них есть 1,2. Они подключают ее туда. Уровень сигнала, естественно, будет выше. Активируют модем и потом привозят его, ставят. И все работает. Но в некоторых моментах, я слышал, человек разговаривал по телефону там со своими технарями. Есть какая-то геолокация, привязка. Привязка именно к местоположению этого модема. И вот он уточнял. Будет ли привязка конкретно к нашему селу. Или, возможно, активировать ее в Черкассах и будет все нормально. Но, как оказалось, привязки к этому селу не будет. Оно будет привязано вроде к Черкассам. Они его забрали сейчас. Увезли. Активируют его. Потом опять приедут. Я сегодня думал уже уезжать домой назад, после того, как бы запустили интернет. Но, как оказалось, они уехали. А у них еще одна точка подключения. То есть они поехали сейчас еще одного клиента подключать. И только потом будут активировать мой модем. Говорит, мы приедем. Часиков в 9, может в 10 вечера. Но сегодня они должны закончить. Так что я сегодня остаюсь ночевать. И жду. Думаю, к 12 у нас появится интернет. Так что вот такое. Тарелка тоже настроена по самому лучшему уровню. Так что, если будет даже темно, на крышу уже лезть не придется. Ну вот пока и все. Ждем. Ну вот, наконец, закрепил уже сверху и спутниковую телевизионную антенну. Пришлось чуть тоже подстроить ее. Все вроде работает. Интернет работает. Телевидение работает. Так что с этим уже закончили. Подключил тарифный план на интернет. Пятерочка мегабит в секунду на закачку. То есть не закачку, а на передачу. А на прием 15 мегабит в секунду. Так что, вроде проверим. Все нормально. Все работает. Спид тест запускал. Значит, показывает на прием даже больше. Не 15 мегабит, а где-то 17. Ну а на передачу показывает чуть меньше. 4, 4,2. Пятерочки нету. Ну тоже, как бы, неплохо.